Астер Пикчерс представляет Джон Арчер, Ванда Маккей, Том Нил, Винс Барнетт, Анна Хоуп и другие Режиссер Уоллис Фокс Продюсеры Сэм Кацман, Джек Дитс и Бэннер Продакшнс Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Покупаем газеты Недорого Последние новости В городе произошло очередное ограбление Покупаем газеты На твою месть я бы это не курил Может плохо закончится Теперь ты ее выкуришь Нет, оставлю до ужина Пойду в трактир Какой трактир? Ты никогда не слышал о бесплатном трактире? Приходишь, получаешь суп и никаких вопросов Чего же мы ждем? Идем, приятель Вот мы и на месте Ты уверен? Конечно Здесь нас накормят Потрясающе Хозяин этого заведения Милейший человек Да Ну что, идем? Да Видишь парня, который разливает суп? Да Он тут всем заправляет Сейчас я тебя представлю Здорово Ну что, ты готов? Готов? Да я в нетерпении Хорошо Добрый вечер Смотрю, сегодня ты привел с собой друга Да, я встретил его только что на улице Добро пожаловать, друг мой Здесь ваше тело получит пищу А истерзанная душа обретет покой Я вообще-то хотел суп Конечно, друг мой Что у вас с рукой? Ничего Просто поранился Надеюсь, ничего страшного Пожалуйста, помоги ему А как насчет супа? Не волнуйтесь Суп никуда не денется Но Давайте я поменяю вам повязку Да, но я А потом все Вы в надежных руках Ладно Миску супа, если не трудно Конечно Присаживайтесь Присаживайтесь Я сниму Похоже, хозяин этого заведения Отличный парень Так и есть Сейчас нечасто найдешь место Где позаботятся о душе Мистер Вагнер понимает Что человек может оказаться на улице По разным причинам Это точно Еще одну миску? Нет, спасибо А как насчет Отличной сигары? Спасибо Пойдемте Прошу, сэр Спасибо И правда Гаванский Надеюсь, тебе понравится Ловкач Ловкач? Простите, мистер Должно быть Вы меня с кем-то спутали Нет Нет, я Давно наслышан О твоей работе Говорю вам Вы ошиблись Не понимаю, о чем вы Я так не думаю Не волнуйся Я твой друг Добро пожаловать В мой кабинет Хочу показать тебе Кое-что интересное Что скажешь? Это же я Зачем вам она? Не важно Так и есть Ловкач Долом Ладно, значит Вы меня знаете И что теперь? Знаю, что долгое время Ты ничем не занимался Но теперь все в прошлом Я тебе помогу Слушаю Док Стреттон сразу отправляйся Да Садись Садись Привет, Док Стреттон, тебя ждет босс Кстати, ты принес мою посылку? Нет, я ее не забрал Но ты мне обещал Это важно Перестань Я пошутил Вот она Я знал, что ты меня не подведешь Спасибо, Стреттон За что? За этот никому не нужный хлам? Это не так Я врач Мне лучше знать Знаем мы таких врачей Надеюсь, тебе и правда это поможет Видишь, мистера Стреттона? Уверен, теперь многое должно для тебя проясниться Лавкач Долан Курок До сих пор в профессии Рад тебя видеть, сынок Что ты тут делаешь? Стреттон работает на меня Интересно, удастся ли мне собрать всех друзей воедино Стреттон У тебя новый покровитель? Тебя тоже ждет много чего нового, если присоединишься к нашей партнерской организации Даже не знаю Я уже не такой ловкий, как раньше Но они по-прежнему ловкие Конечно Мы планируем сегодня пойти на дело Откуда такая грубость, мистер Стреттон? Я могу помочь Прямо на месте Сделать всю тонкую работу Твой язык очень образный Но значение передают идеально Никто с ним не сравнится А мне нравится ваша идея Можем перейти прямо к делу Я с вами, парни По-моему, готово По-моему, готово Отличная работа, Ловкач На миг мне показалось, что на меня снизошло волшебство Молодец Ловкач, спасибо за работу Теперь твоя очередь, Стреттон Ловкач? Делай, что я сказал Но он ценный человек Был ценным О чем вы говорите? Я что-то не понял Хватит медлить, Стреттон Но, Карл Ты можешь, давай Прошу Не убивайте меня Дайте мне шанс Я сделаю все, что вы скажете Я могу показать вам Привет, Док Как все прошло? Были проблемы? Никаких Все отлично По-моему, что-то тебя тревожит Куш сорвали большой? Говорю тебе, все идеально Куш огромный Я вижу, что-то не так Это из-за Ловкача? Нет Ловкач теперь уже никого не потревожит Так он избавился от него, даже не оставив мне тело? Он не мог так поступить Он обещал Карл делает то, что ему нравится Разве тебе не досталась львиная доля после последнего дела? Дело не в доле Знаешь, Ловкач был хорошим человеком Что помешает ему избавиться также от нас? Карл этого не сделает Он наш друг Твой может, но с меня хватит Лучше тебе так не говорить Меня не так легко напугать Скоро я распрощаюсь с ним и посмотрим, что он сделает До тебя несколько человек пытались это сделать, и все они под землей Держи, малыш, это тебе Скажи мамочке Доброе утро Доброе утро Ну же, скажи, доброе утро Может, накормишь голодного мужа? Конечно, дорогой У меня для тебя сюрприз У меня для тебя тоже сюрприз Ты закончил книгу? И еще один подарок Чтобы напомнить тебе о своей любви Какие красивые Совсем как и ты, моя дорогая Они же стоят сумасшедших денег Для тебя все, что угодно, любимая Как ты можешь позволить тебе делать мне такие дорогие подарки? Да еще так часто А на что мне еще тратить свои честно заработанные деньги? Надо их копить Мне не нужны драгоценности Мне нужен ты Твое общество Иногда Я чувствую себя одинокой Почему каждую ночь У тебя нет дома? Сколько еще это будет продолжаться? Недолго, дорогая Скоро я закончу свою новую книгу И мы сможем уехать отсюда Доброе утро, мисс Пирс Доброе утро Что может быть лучше, чем глоток свежей и чистой воды? Мистер Эдли Вот уже три года Каждое утро Вы начинаете с одного и того же Стимулирующего разговора Иногда мне хочется кричать В сейфе ювелирного магазина Найдено тело обижавшего заключенного Всем известный медвежатник Лавкач Долан Жертва или случайный свидетель? Серия грабежей Это определенно работа Какого-то маньяка с садистскими наклонностями То, что он оставляет тело сообщника На месте каждого грабежа Только подтверждает это Вы должны найти его Сделайте все возможное Достаньте мне его Хоть из-под земли От этого зависит Престиж полиции Вы меня поняли? Все Что-то наш старик разнервничался Что ты хочешь? У него еще семья, дети Скоро меня тоже это ждет Тебе ведь скоро на пенсию Я прав? Да Меня страшит одна только мысль о отставке Но если подумать Так здорово будет сидеть дома И не слышать голос этого старика Черт, как же я его люблю Знаешь, у меня будет десять детей Но сначала надо жениться Нет? Обязательно, как только меня повысят Вот увидишь, сынок Ты даже глазом моргнуть не успеешь Как станешь детективом Когда это произойдет Я куплю маленький домик в деревне, как у тебя И буду работать в саду Да? Но ты даже не представляешь Как работа детективом Изменит твое мировоззрение Давай, до встречи Современные психологи называют раздвоение личности Одним из самых жутких проявлений безумства Возможно, мистер Деннисон расскажет классу, почему паранойя так опасна Пациент страдает манией величия Считает себя очень важным Лучше остальных У него имеется комплекс Наполеона Это все? Нет Кроме того, все это сопровождается манией преследования Его не покидает чувство, что все против него Вы правы Но как вы объясните, почему такие случаи столь опасны? Потому что такой человек действует логически С первого взгляда никогда не подумаешь, что у него параной Он без промедления прибегает к силе ради самоутверждения Так что социальные контакты у него не ограничены Хотите сказать, Деннисон, что такие люди могут быть так же преступниками? Миллз, ну что, взял мне поесть? Да, не волнуйся, я заплачу Я не против Что он вытворяет? Что бы я без тебя делал? Давай за ним Вот твое повышение Миллз, ну что, взял мне поесть? Алло, это сержант Крофорд Пришлите за мной машину прямо сейчас Войдите Простите, мистер Вагнер, я не хотела мешать Ты не мешаешь В чем дело, Джуди? По-моему, нам не хватает продуктов Если нам что-то нужно, достань, несмотря ни на что Эти несчастные души зависят от нас И не надо бояться Я знала, что вы так скажете Займусь этим Я не могу сказать, что вы так скажете Давайте я помогу вам Лучше я сам Надо промыть Позвольте наложить вам чистую повязку Не волнуйтесь Я все сделаю хорошо Пойдемте Присаживайтесь Присаживайтесь Я сейчас все сделаю Как это произошло? Один парень положнул меня ножом Хотел отнять деньги Какой ужас Немного пощипет Не так уж и больно, правда? Совсем не больно, леди Все ясно Сообщите, когда он будет здесь Готово В следующий раз будьте осторожнее Да Надо проверить вон там Да Чем могу помочь? Дернетесь, убью Да Это же Фрэнки Миллс Вам же хуже, что вы меня узнали, мистер В чем дело? У вас на хвосте полиция? Да Так что советую вам поберечь свой живот Не волнуйтесь Я вас не выдам Да? Кто там? Откройте полиция Секундочку Здесь с тобой ничего не случится Добрый вечер, сержант И часто вы запираетесь на ключ Просто меры предосторожности Иначе мои гости будут повсюду Что-то не так? Где-то поблизости разгуливает опасный убийца Правда? Нам придется обыскать весь ваш трактир С удовольствием все вам покажу Что там? Спальная комната Надо проверить, что наверху, парни Что-то случилось? Да Полиция ищет одного человека Они думают, что он может скрываться здесь Парень по имени Фрэнки Миллс 23 года, среднего роста, темные волосы Не видели такого? Он был тут две минуты назад Что? Ты уверена? Конечно Я меняла ему повязку Куда он пошел? Здесь его нет Думаю, он ушел Спасибо Наверху ничего Будьте начеку В случае чего Сразу сообщите в полицию Конечно Буду рад помочь полиции Ладно, ребята Алло Да, мама Но я не могу уйти сейчас Хорошо Буду уйти сейчас Расслабься Копы ушли Кто вы? Что вам от меня нужно? У меня есть предложение, которое, думаю, тебе понравится Какое? Вы что, играете на бирже? Нет Это то, что отличает меня от других людей Что это? Телефон Алло Скажи, пусть подождет Я сейчас Как насчет того, чтобы присоединиться к моей организации? Почему бы и нет? Мой партнер сейчас внизу Хочу, чтобы ты с ним познакомился Иди за мной Стрэттон Познакомься, это Фрэнки Миллс Фрэнки Миллс Кто же тебя не знает? Это мой друг Что с ним такое? Он впечатлительный от природы Думаете, мне у вас понравится? А ты что скажешь? То, что у тебя есть пистолет, вовсе не означает, что можно чинить беспредел Мне кажется, у всех есть маленькие страхи Кроме тебя, Фрэнки Ты не поверишь, Стрэттон Но я тебя боюсь Смешно Не смейся Я боюсь тебя, потому что ты потерял самообладание А что я сделал? Фрэнки Если хочешь получить работу, устраттона Можешь сделать это прямо сейчас Не слушай его Он убьет тебя, как и многих других Теперь точно хватит Молодец, Фрэнки Что теперь с ним делать? Посмотрим Займись мистером Стрэттоном Склеп для негодяев Никогда не видел ничего подобного Наконец-то все эти скелеты обрели покой Когда-то они были моими партнерами Как и Стрэттон Док Я же говорил, чтобы эта кошка больше не оскверняла могилы Пошли, Фрэнки Нам не место среди мертвецов Их работа сделана А наша только начинается Только недолго, док Он настоящий доктор? Да Когда-то он был великим врачом А теперь хоронит мертвых Теперь я могильщик Нет, я по-прежнему великий врач Я докажу это Я спасу тебя, Стрэттон Спасу от смерти И мы победим Ричард Она будет дома с минуты на минуту Все время опаздывает, понимаешь? Почему нельзя хоть раз прийти вовремя? Ну ты же знаешь, Джуди не хозяйка своего времени Миссис Малверн, зачем ей все это? Почему она не может держаться подальше от этого места? Ну вот и объясни ей это, Ричард Думаете? Меня она не слушает, а ты уверена Сможешь объяснить, что ей нечего делать в этом ужасном трактире Рядом с этим, как его, Карлом Я попробую Мой дорогой Ричи Тогда я стану самой счастливой женщиной в мире Как мило Джуди Простите, что помешала Джуди, мне надо с тобой поговорить А мама будет переводчиком Джуди, хватит Что на тебя нашло? Ричард терпеливо ждал час, чтобы поговорить с тобой Так в чем дело? Я сам Садись, Джуди Прошу Мы быстро Не думаешь, что это что-то очень важное Джуди, я хочу, чтобы ты бросила эту глупую работу Что за бред раздавать людям еду? Тогда мне придется провести всю жизнь у тебя во дворе Разве я прошу многого, учитывая... Что? Учитывая, что я не хочу, чтобы моя будущая жена теряла время Твоя будущая жена? Я уже сказал, твоей маме Надеюсь, ты будешь хорошим мальчиком И скажешь моей маме, что я буду делать то, что пожелаю Ладно Раз ты так к этому относишься, забудь о моих словах Ричи Прости Я не хотела тебя обидеть Просто я устала О чем я и говорю Прекрати работать в этой богадельне и займись собой Джуди, ты бросила друзей Перестала бывать в обществе И ради чего? Ради возможности помогать обездоленным Ты должен гордиться мной, Ричи Гордиться? Работай в трактире? Это место не для такой девушки, как ты Там вульгарно и грязно А как насчет него? Мне бы хотелось с ним встретиться У вас с мистером Вагнером нет ничего общего Ничего? А как же ты? Это верно Я совсем забыла Я так и знал, что вы неспроста проводите с этим Карлом там целой ночи Ты даже не представляешь, какой он таинственный человек Для меня тут нет никакой тайны У тебя с ним роман Неужели? И ты в это веришь? Конечно Развлекайся и дальше Можешь возвращаться к своей социальной работе Фредерик Фредерик Проснись, дорогой Да, в чем дело? Тебе опять приснился кошмар? Да Дорогой Я могу помочь? Спасибо Иди спать Ты уверен? Спокойной ночи Спокойной ночи, дорогой Дамы и господа Профессор? Да? Можно задать вопрос? Конечно Это насчет моей курсовой работы Неожиданно я понял, что очень мало знаю о реальных людях С чего вы взяли? Мне просто захотелось узнать о жизни, которая кипит вокруг Мне всегда было интересно, о чем думает человек перед смертью Это очень ненаучно Об этом я и говорю С вашего разрешения я хотел поменять тему на Если вы успеете закончить работу и получить квалификацию, то ради бога Спасибо, профессор Мне сказали, вы меня вызывали, сэр Да Крофорд Пора выдать тебе новый значок Новый значок? Именно Во время несения службы вы прикрыли своим телом нашего почетного полицейского Теперь этот значок ваш Надеюсь, вы нас не подведете Сделаю все возможное Удачи Спасибо Вчера я и подумать не мог, что буду работать с самим Фрэнки Милсом Каждый день преподносят сюрпризы Ты знаешь, куда ехать, Фрэнки? Все будет как надо Теперь ты понял? Конечно Фрэнки нельзя светиться, это естественно Правильно Вы такой умный, что все это придумали Простите, сэр, здесь нельзя стоять Человек упал с крыши Боже Разошлись, все назад Отойдите Уберите отсюда людей Полиция Полиция На помощь Меня ограбили Ты остаешься здесь, Джой Ты со мной Я уже чувствую, как общественность дышит мне в спину В городе совершено шесть преступлений, и жители обеспокоены Мне нужны результаты, иначе отправитесь в отставку Убийца снова разгулялся Упавшая с крыши тела стала прикрытием для кражи средь бела дня Все обеспокоены Нам нужны результаты, иначе мы все окажемся на улице Обыскать трактир вдоль и поперек Да, сэр Тяжело живется, да? Откуда вам знать? Из полиции? В общем, просто мне повезло в жизни Да ладно, я просто сказал, что думаю А вы... Осторожней Кстати, сигаретки не угостите? Конечно Немноговато? Спички есть? Да Можно задать тебе пару вопросов? Лучше побегай по домам бедняков Давай Чем могу быть полезен? Я хочу примерить вон тот костюм у окна Конечно, вы можете его примерить, но только не у окна, а в раздевалке Хороший материал Да? Вы сделаете из меня бродягу? Если вы хотите стать бродягой, зачем тогда пришли ко мне? Послушай, сынок У нас общество делится на три класса Почем этот костюм? На прокат или купить? Купить Конечно Что же вы сразу не сказали? Спасибо, мэм Не за что Ричард Что ты тут делаешь? Тихо А то выдашь меня Откуда у тебя этот костюм? Только что купил Глупая шутка Джуди, ты должна мне помочь Я пишу курсовую работу по психологии об обездоленных людях Об обездоленных? А чем тебе не нравятся миллионеры? Я не шучу Я много думал о нашем вчерашнем разговоре и я... Прости Мне надо работать Поговорим потом Смотри, какие люди сюда приходят Смотри сюда Неплохо Ничего себе Ричардсоны Вывели в свет свою дачу Вывели в свет? Чтобы это значило Думаю, они держали ребенка до этого в заперти В чем дело? Тебе смешно? Пошли, сядем за чистый стол Профессор, что вы тут делаете? Прошу прощения Только не говорите, что вы не профессор Брэннет Нет Боюсь, вы ошибаетесь, молодой человек Профессор, но я знаю, что это вы Проходите Смотрю, обманывать вас бесполезно, мистер Деннисон Уверен, вы здесь по той же причине, что и я Проводите исследования Вы правы, но я хотел держать это в секрете, пока не получу результаты По поводу меня не беспокойтесь, профессор, я умею хранить секреты Я и не сомневался Зачем вы закрыли дверь? Чтобы нам не мешали Понимаете, мистер Деннисон, я открыл эту богатильню с целью изучения людей Уверен, вы собрали чудесный материал Это так Хотите, я все тут вам покажу? Буду признателен, профессор Пойдем Проходите Это мой личный кабинет Здесь хранятся тома оценнейшей информации Ничего себе Ознакомлю вас потом Сначала хочу познакомить вас с интересными людьми Прошу за мной Миллс Познакомься с мистером Деннисоном Очень приятно Взаимно Изучение этого человека представляет большой интерес для психологии Думаю, раньше вы не встречали маньяка-убийцу Хотите сказать он О чем вы? Задай Фрэнке вопросы Я даже не знаю, с чего начать Спросите, приносит ли ему удовольствие лишать людей жизни Вам нравится убивать людей? Конечно А как иначе? Пойдемте А вот перед вами Поразительный пример шизофрении Док Вставай Хотите задать ему вопросы? Думаю, нет Вижу энтузиазм вас покидает, мистер Деннисон Может, мне задать вам вопрос? Какой? Тот, который вы сами подняли сегодня утром в классе Или вам напомнить Что чувствует Человек перед смертью? Но это же не научно Вы сами сказали, что нельзя спросить об этом у людей Но можно задать этот вопрос себе, мистер Деннисон Вы, наверное, шутите Фрэнк и Миллс не шутят Ведь так, Фрэнки? Вы же не серьезно Это какой-то дикий кошмар Подумайте У вас осталось 30 секунд до ответа на этот вопрос Я ухожу Боюсь, что не от Деннисон Кто это, профессор? Так о чем вы думаете? Вы ненормальный безумец Давай, Фрэнки Нет Займись им, док Ну, как вы здесь? Голодные? Сейчас у вас будет еда и новый друг Джуди, проснись Который час? Девять утра Звонила миссис Деннисон Ричи не пришел домой ночевать Так что вставай Собирайся, она хочет с тобой поговорить Я его вчера видела Где? Мистер Деннисон Пришел ко мне в трактир, одетый как бродяга Он это сделал, не может быть Тем не менее, это так Тогда я перезвоню ей, а ты поговоришь Почему она так беспокоится? Понимаю Его бы не было год А тут? Раздувать из мухи слона? Здравствуйте, миссис Деннисон Это Джуди Я хотела сказать, что видела Ричарда Да, вчера вечером он проводил исследование в трактире Джуди Трактир! Как ты можешь говорить, что с ним все в порядке в таком месте? Но там с ним не могло случиться и ничего плохого Думаю, в этом нет необходимости Секунду Она хочет идти в полю Возможно, так будет лучше, дорогая Но это глупо Просто на всякий случай Хорошо, миссис Деннисон Я приду Зачем Деннисон-младший пришел в трактир? Он изучал типы людей для своих исследований в университете Скажите, мисс Малверн Насколько хорошо вы знаете владельца трактира Карла Вагнера? Достаточно А почему вы спрашиваете? Убийцу Фрэнки Милса последний раз видели именно в трактире Вагнера Но вы же не думаете, что мистер Вагнер как-то причастен к его исчезновению? Не знаю, но собираюсь выяснить Крофорд, отправляйся к мистеру Вагнеру прямо сейчас Хорошо Но он бывает там только ночью Что же он делает днем? Не знаю Вы можете поскорее что-нибудь предпринять? Мы сделаем все, чтобы найти его, миссис Деннисон Крофорд, поручаю это дело тебе Да, уже выезжаю, могу взять с собой пару людей? Да Спасибо, извините меня Конечно Это он? Нет Это он? Нет Чарли Что такое Джуди? Ты его знала? Да Он бывал в трактире Что с ним случилось? Упал с высокого здания Боже А в это время ограбили ювелирный магазин Вот ваша копия Здравствуйте, это офис профессора Брэннета? Да Можно его увидеть? Простите, его нет По-моему, он только что ушел домой Можете дать его домашний адрес Я не имею права этого делать Я детектив Крофорд из полиции Мне надо поговорить с профессором об одном студенте Ричарде Деннисоне Ясно, минутку Сейчас дам Держите Большое спасибо Не за что Пошли Профессор, я думала, вы ушли домой Только что вас искали двое полицейских Зачем? Они уже ушли Пойду позову их Не стоит Что им было нужно? Хотели поговорить с вами о Ричарде Деннисоне Я дала им ваш домашний адрес Ничего? Нормально Все в порядке Миссис Бреннетт? Да Нам надо поговорить с вашим мужем Его пока нет, он будет с минуты на минуту Заходите С удовольствием Я детектив Крофорд, а это детектив Томпсон Детектив? Мы хотели спросить профессора об одном студенте Ясно Присаживайтесь Спасибо Это и есть профессор? Да Красивая фотография, правда? Конечно Томпсон Где-то я его уже видел Это Карл Вагнер, владелец трактира Точно Что он такое говорит? Миссис Бреннетт Миссис Бреннетт, у вас когда-нибудь возникали подозрения, что ваш муж ведет двойную жизнь? Чепуха Мой муж Знаменитый психолог Это только верхушка айсберга Этого человека также зовут Карл Вагнер Он владелец трактира Именно там последний раз и видели Ричарда Деннисона У нас есть основания полагать, что он использует это место для прикрытия своей криминальной деятельности Так вот, почему он не бывает дома по ночам И эти дорогие украшения И ужасные кошмары Простите, миссис Бреннетт Придется отвезти вас в участок и допросить Я понимаю Конечно, я поеду Только возьму пальто и шляпу Это Пит Кроффорд, я в доме Бреннета Советую приготовиться к сюрпризу Только что я узнал, что профессор Бреннетт это никто иной, как Карл Вагнер, владелец трактира Да, сейчас мы везем допрашивать в участок миссис Бреннетт Да, сэр Томпсон, ты поедешь с ней в участок, а я останусь здесь, чтобы перехватить профессора Что-то долго она там с пальто возится Миссис Бреннетт Миссис Бреннетт Продолжение следует... Всё. Я снова тебя обыграл. Но ты мошенник. Добрый день, мисс Джуди. Привет, ребята. Рады видеть вас так рано. Спасибо. Не видели случайно мистера Вагнера? Нет, мэм. Спасибо. Спасибо. Доктор. Мисс Джуди. Что это? Откуда вы пришли? Я не могу вам сказать. Почему? Карл меня убьёт. Не говорите, что видели дверь. Что за чепуха? Карл никого не обидит. Знаю, но ему это не понравится. Но мы с вами друзья, док. Можете мне доверять. Знаю, мисс Джуди. Можете сделать мне одолжение. С радостью. А вы покажете, что за этим шкафом? Нет, нет, Карлу это не понравится. О чём вы хотели меня попросить? Не могли бы вы достать для меня эти лекарства? И побыстрее. Они продаются в маленьких бутылочках. Зачем вам это? Для экспериментов. Я всё-таки врач. Хорошо, я достану. Но вы покажете мне, что за дверью. Только если вы никому не скажете и достанете мне это прямо сейчас. Ну ладно. Оставайтесь здесь. Я скоро. Что у тебя? Мне надоело так играть. Уже в шестой раз. Вот мне сегодня везёт. Какой шестой? В пятый. Шестой, в пятый. Ты что, пытаешься выставить меня лжецом? Сейчас я тебе покажу. Можно попросить вас об одолжении? Конечно, мисс Джуди. Сходите, купите вот эти лекарства прямо сейчас. Одна нога здесь, другая там. Простите, что прервала вашу игру, но он скоро вернётся. Всё в порядке. Только что вы сэкономили мне пять тысяч долларов. Сейчас всё принесут. Давайте. Открывайте. Только никому об этом не говорите. Спасибо. 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 Видите, это просто подвал. Давайте теперь вернёмся. А что за дверью? Небольшой шкаф. Всё никак в нём не уберусь. А это моя кошка. Нельзя её так запирать. Ей-то нравится. Глупости. Она плачет. Откройте дверь. Не могу. Вы должны идти, мисс Джуди. Сначала выпустите кошку. Нет. Вам надо возвращаться. Вам не нужны эти лекарства? Ну, хорошо. Это ужасно. Не говорите ни слова о том, что видели. Субтитры сделал DimaTorzok. Зачем ты пустил её сюда? Он ни при чём. Молчите. Зачем вы убили Деннисона? Ведь он не сделал вам ничего плохого. Что будем делать с ней? У меня для тебя маленький сюрприз. Вы не говорили, что с нами в команде будет девчонка. Она и не с нами. Ты знаешь, что делать. Я не стану. Только не говори, что вдруг стал сентиментальным. Убийство женщин противоречит моим принципам. Делай, что говорят. Отпустите её. Она ничего не сделала. Замолчи, идиот. Займись девчонкой. Я пока всё принесу. В чём дело? Вся быстро отсюда. Полиция. Быстрее уходим. Замолчи, идиот. Замолчи, идиот. Замолчи, идиот. Я знаю, где вам спрятаться. Там вас никто не найдет. Пойдемте со мной. Я приготовил это как раз для такого случая. Мисс Мелвер! Он там, внизу. Нет, не надо. Что теперь ждет профессора? Ричард. Когда мы поженимся. Что? Ты сможешь заниматься своей социальной работой где угодно, но только не в богателе. Да, Ричард. Шестью детьми, тремя мальчиками и тремя девочками. Да, Ричард. Иди сюда. Ты теперь на все будешь отвечать «Да, Ричард». Да, Ричард. Конец фильма. Фильм озвучен компанией «Арт-Медиагрупп» по заказу телеканала «Настоящее страшное телевидение».